Человек, который не выбирал профессию, она сама выбрала его. Актер Игорь Паснов и не думал стать слугой Мельпомена, однако муза его приметила сразу. Любовь к искусству и перевоплощению росла в маленьком игрке с каждым годом. В то время, когда мое поколение детей о чем-то мечтало, я думаю, что больше мечтали стать космонавтами, военными, моряками. Я, честно, никогда не думал над тем, что я стану актером, хотя желание что-либо на публику сделать было всегда. Это совершенно неосознанное такое желание. Я помню, в одном из классов, в классе седьмом, я вдруг захотел на 8 марта девушкам исполнить какую-то песню. Однако одной песни, чтобы назвать себя актером, было мало. Судьба решила проверить Игоря на профпригодность. Заставила окончить механический техникум, вынудила пойти работать шофером в троллейбусное депо, потом вовсе бросила в раздумьях и отошла в сторону. Только пройдя весь этот путь, Игорь Паснов осознанно решил стать актером. Из родной Пензы уехал в Саратов, где и получил сценическое образование. После отправился в Астрахань, но перспектив там не нашел. Наконец, муза в лице тещи предложила Игорю попытать счастье в Калуге. «Чума на оба вашего дома» был такой спектакль. Это первый был мой спектакль, в котором была эпизодическая роль. Я уже даже не помню, как его звали, этого человека. Хотя нет, если понять напрячь, то можно, конечно, вспомнить, но дело не в этом. И после того, как он посмотрел работу эту, Александр Борисович Плюгнев, даже как бы небольшую, он подошел ко мне и как-то странно посмотрел и сказал, что поработаем. Работа не закончилась до сих пор. Теперь уже без помощи любимого наставника Игор продолжает совершенствовать и проверять на стойкость свое актерское «Я». Как говорил такой замечательный актер Бабочкин, который сыграл роль Чапаева, нужно идти от себя, но как можно дальше. Играни какие-то новые открывать. Ну, актер, он же наблюдает, он собирает очень много. То, что делают большие мастера, как бы у них что-то обязательно берет, если он понимает, что это здорово. Как и Пушкин у Вольтера брал, и Лермонтов у Пушкина. Все как бы великие, у великих что-то себе брали, от чего-то как бы отталкивались, от хорошего. Вот, поэтому все похожи. Все есть, у нас все есть. У нас все есть. И если ты принимаешь это все, если ты понимаешь, откуда это в тебе, почему это рождается в тебе, в твоей природе, возникает, то ты легко можешь это как бы органично выносить на сцену, если ты принимаешь это. Принимающий и развивающий все грани собственной личности, наш герой добился уже немалых результатов. Спектакль «Похождение Шипова» или «Старинный водевиль», где Игорь сыграл главную роль, завоевал Гран-при фестиваля камерных и моноспектаклей «Люди». Все до сих пор его вспоминают, все абсолютно, все, все говорят, все хотят, чтобы он шел в этот спектакль, потому что всем очень нравилось. Он был атмосферный, и там много было, так скажем, интересных решений, и Александра Борисовича, и находок актерских, буквально все там что-то придумали себе в рамках того решения, которое Александр Борисович нам предоставил. Сегодня Игорь Пастнов занят в постановке «Два веронца». Спектакль о романтических приключениях двух аристократов обещает быть одним из ярчайших событий этого театрального сезона. Анастасия Ивашкина, Илья Хромов. Для Легко.